В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Стартовало голосование на портале Добродел по ремонту дорог в следующем году. Речь идет именно о ремонтных работах, которые не предполагают нам разработку проекта. Работы по подготовке к отопительному сезону идут полным ходом. Тепловых сетей подготовлено 110 километров из 147. Жители дома по адресу Табалова, 19, жалуются на частые ДТП около их дома. Как на пороховой бочке мы живем. То, глядишь, выйдем из калитки, задавят. Никакой защиты. Продолжается голосование на портале Добродел. На этот раз жители выбирают дороги, которые отремонтируют в 2020 году. Какие из них наиболее нуждаются в обновлении, узнала наша съемочная группа. В рамках областной программы «Дороги Подмосковья» на портале Добродел 1 августа стартовало новое голосование. Каждый неравнодушный житель муниципалитета может выбрать одну из 24 дорог, которая, по его мнению, более всего нуждается в реконструкции. Речь идет именно о ремонтных работах, которые не предполагают разработку проекта или капитального ремонта. То есть замена существующего покрытия на новое. С устройством замены бортового камня. В ряде случаев возможно устройство ротуаров, если они в настоящее время на данной дороге есть и требуют ремонта. При выборе дорог для участия в голосовании учитывались как обращения граждан, так и заключения специальной комиссии с формированной администрацией. Уже по результатам первого дня голосования можно говорить о двух лидерах. На первом месте выезд из поселка Развилка на 23-й километр МКАД. За него отдано более 300 голосов. Данная дорога недавно находится в муниципальной собственности. Она была включена в реестр безхозяйного имущества и с соответствующим действующим законодательством затем была включена в собственность муниципалитета. Ремонта на этом участке не было никогда, поэтому жители активно просят включить именно этот участок. Второе место – улица Фруктовые сады, ведущий от Старой Нагорной к Булатниковскому кладбищу. Дорога муниципальная, но ремонта на ней тоже в ближайшие годы не было. Обеспечивает доступ к Булатниковскому кладбищу и к территории частного сектора жителей, которые там проживают. Поэтому считаем обоснованным включение данных дорог в план ремонта на 2020 год. Остальные дороги пока сильно уступают двум лидерам голосования. Но до конца августа еще может многое измениться. Один из предложенных вариантов – Жуковский проезд. Ямы напротив домов 1,3 хорошо знакомы местным жителям. Тут довольно интенсивное движение, поэтому ситуация с каждым днем только ухудшается. Тут все время большая лужа, здесь много машин съезжается, разъезжается и проваливается. Скоро вот все это хозяйство, этот люк весь провалится, если вы не поможете нам его сделать. А давно вот такая вот ситуация? Ой, давно. Давно. Уже, наверное, ну на моей памяти лет 10. Подлатают чуть-чуть, потом оставляют, подлатают и оставляют. И так оно все дальше и продолжается. Здесь предлагается не только обновить дорожное покрытие на самом проезде, но и отремонтировать граничащую с ним улицу Радужную. Еще один вариант – Олимпийская улица. Здесь явных ям нет. Видно, что их регулярно латают. Но дорогу ремонтировать надо, считают жители. Олимпийскую улицу нужно ремонтировать? Конечно. Конечно. А она давно в таком состоянии? Ну не знаю, мы здесь год живем. Год в таком состоянии. Варианты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план ремонта на 2020 год. По сложившейся практике это пятерка лидеров. 95% средств на ремонт выделит Московская область. Голосование продлится до конца августа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Зимой в квартирах видновчан будет тепло, ответственно заявили в ПТО городского хозяйства. Уже сегодня к отопительному сезону готовы более половины многоквартирных домов. Но работы продолжаются. Наш корреспондент Татьяна Брылова расскажет подробнее. Чтобы зимой жителям нашего города было тепло в своих домах, в течение всего лета ведется большая работа по подготовке к отопительному сезону. На 1 августа у нас сделано более 80% по котельным. ЦТП из 52 у нас сейчас готово 42. И тепловых сетей подготовлено 110 километров из 147. Здесь, в сердце тепловой энергии нашего города, на центральной котельной, кажется, время замерло. Но на самом деле все в прямом смысле кипит. В дома к видновчанам горячая вода поступает постоянно. Лишь две недели в году, пока проводятся профилактические работы, ее отключают. Но это необходимость. Наиболее эффективный способ – это гидравлические испытания тепловых сетей. И проведя их, можно сказать с уверенностью на 99%, что зимой будет безаварийная работа центрального теплоснабжения. На котельной во время профилактических работ проводится и необходимая модернизация. В этом году установлена химводоподготовка, два новых фильтра, современное оборудование, которое нам позволит увеличить подпитку в аварийной ситуации и улучшить качество подпитываемой воды. Котельная действует в автоматическом режиме, а специалисты по компьютерам отслеживают правильность работы всей системы. Тамара Сырова 22 года на посту. От ее профессионального взгляда не скроется ничего. Чуть-чуть изменяется какое-то значение в одну сторону, в другую мы корректируем это все и приводим, какое нам нужно. Мы работаем по температурному графику, по режимным картам. То есть у нас это все выведено и мы должны соответствовать этому. В это же время сразу в нескольких точках Видного проходят ремонтные работы на теплотрассах. Во время гидравлических испытаний на этом месте был выявлен аварийный объект и сегодня здесь проводится замена аварийного участка теплотрассы. Алексей Манаенков систематически выезжает на объекты, контролирует, разговаривает со старшим по участку. Это помогает своевременно решать все вопросы. Сроки окончания работ указаны на специальных табличках и они должны соблюдаться неукоснительно, несмотря ни на что, даже на плохую погоду. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сегодня из Ленинского района в Иркутскую область автоколонны отправили гуманитарный груз. Общественная палата, которая занималась сбором вещей, подготовила для пострадавших от наводнения жителей Сибири посылки с одеждой, предметами гигиены, другими необходимыми вещами. Несколько сотен коробок общим весом 320 килограммов будут доставлены в ближайшее время нуждающимся в помощи людям. Табулово, 19. Жилой дом по этому адресу расположен на пересечении Белокаменного шоссе и дороги, ведущей в деревню Дыдылдина. Несмотря на наличие светофора, здесь то и дело происходит ДТП. О том, каково жить в опасном соседстве с проезжей частью, расскажет Екатерина Коваленко. Тысячи автомобилей и фур ежедневно проносятся мимо дома Галины Маслова. Ее участок граничит сразу с двумя дорогами, ведущей в деревню Дыдылдина и Белокаменном шоссе. Круглосуточный шум от насыщенного трафика, по признанию пенсионерки, лишь одна из проблем. Куда больше ее интересует элементарная безопасность, решить которую не может установленный на перекрестке светофор. Аварии на этом месте случаются, к сожалению, регулярно. По несколько раз в год был даже случай со смертельным исходом. Последнее ДТП произошло 26 июня. Тогда забор был значительно поврежден и упал на территорию участка. Восстанавливали забор Масловы самостоятельно. Немного выпрямили металлическую часть и установили еще деревянное ограждение. Ведь попасть тогда на участок мог кто угодно. Впрочем, справиться своими силами все же не удалось. И Галина Ивановна пришла на прием к заместителю главы администрации Ленинского района Сергею Гаврилову. Забор насквозь пробили. Все здесь разбито было. Но это мы купили, сделали на 20 тысяч с лишним. А что дальше, я не знаю. Я просила его, Сергей Анатольевич, пожалуйста, сделайте нам какую-то ограду. И записали они мой телефон сотовый. И сказали, на той неделе приедем, все сделаем. Протяженность забора вдоль Белокаменного шоссе порядка 5-6 метров и достаточно четырех металлических листов. Пообещали в администрации установить и дополнительное бетонное ограждение. И может тогда уже Галина Ивановна, отдавшая 35 лет службе на Видновском гипсопетоне, перестанет, наконец, испытывать постоянный страх за себя и своих близких. Страшно. А как? Вот в 2014 году подъезжает машина, там даже метка вон там есть, и об угол дома ударяется. И там люди. Как на пороховой бочке мы живем. То, глядишь, выйдем из калитки, задавят. Никакой защиты. Действительно, выход с территории участка – еще одна головная боль Галины Масловой. Делая первый шаг, уже оказываешься на проезжей части в потоке автомобилей. Надеемся, в силах профильных служб решить и эту проблему пенсионерки. Екатерина Коваренко, Александр Будников, Елена Кошелева. Видно ТВ. В муниципалитете идет активная подготовка соискателей губернаторской премии «Наша Подмосковья». Она учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым и присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Подмосковья. Об одном из проектов расскажет Максим Козлов. Несмотря на то, что вокруг кинотеатра «Искры кипят работы» по благоустройству, показ фильмов продолжается. Сегодня сюда в гости пришли участники проекта «Сильный духом, добрый сердцем». Вначале фото и видео на память с благодарностью фонду «Страна чудес». Спасибо, страна чудес! После фотосессии все организованно проходят фойе. Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья смогут посмотреть хит сезона – кинокартину «Король лев». Подобные акции на постоянной основе устраиваются Ленинской районной организацией Всероссийского общества инвалидов. Мы проводим очень много мероприятий. Культурный досуг, познавательный досуг. Мы очень много организуем поездок в театры, концерты, планетарии, выставки. Мы активно участвуем в различных творческих фестивалях. В рамках проекта «Сильный духом, добрый сердцем» дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья посещают спектакли и концерты, творческие фестивали и познавательные мероприятия, экскурсии и спортивные соревнования. Естественно, все это было бы невозможно без участия спонсоров и меценатов. Помочь детям мы совместно с Ленинским районом организовали посещение кинотеатра, что дети все счастливы, что у них все получилось. Мы уже давно работаем с Ленинским районом организации инвалидов, посещали планетарии, кинотеатры, зоопарки. Проект «Сильный духом, добрый сердцем» выдвинут на соискание губернаторской премии «Наша Подмосковья». Анастасия Моисеева является постоянной участницей различных мероприятий. Совсем недавно она испытала себя в спортивных соревнованиях и приз получила и удовольствие. На колясках были, я заняла второе место. И это, как бы очередь, ящики кидала. И как подальше закинешь, тем лучше. Ну, вообще в целом впечатления и эмоции какие от этого праздника? Ну, мне понравилось хорошо. Пообщались, погуляли. Постоянно в проекте принимает участие порядка 50 человек. Это дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья и их родители. За три года существования проекта для них было организовано более сотни различных мероприятий. И вместе мы можем многое. Мы сделаем все. Мы решим все вопросы. Мы стараемся решить любые проблемы и задачи, которые перед нами стоят. Потому что мы сильные духом и добрые сердцем. Наши сильные духом и добрые сердцем уже спешат в зал, чтобы посмотреть анимационный фильм «Король лев» и получить новую порцию положительных эмоций. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин